Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своём канале. Живём мы в станице Геогинской. У нас в разгаре весна. И вот мы каждый день что-нибудь делаем. Каждый день у нас продолжаются весенние работы. Хочу показать. Здесь вот приобрела три примуки такие красивые. Посмотрите. Вот яркие. Пусть радует. Цветочки всегда радуют. Здесь уже на капельном поливе мы уже полировали в серединке. Там ещё не закрепили. А здесь уже даже закрепили и сделали вот такие вот для полива штучки. Забыла, как называются. Скоро живучка будет цвести. Вон уже, видите, какие набирает бутончики. Ну, не скоро ещё, но всё равно скоро уже. Здесь Валера настоял бочку помёта куриного целую бочку. И вот всё подкармливал. Подкармливал. Подкормил. О, это, наверное, почти всю бочку. Да, он всё вылил. Подкормил он клубнику. Деревья подкормил некоторые маленькие. Малину подкормил. Мы сегодня с ним с утра и вчера ещё вечером малину пололи. А то так заросла. Хотя Валера и зимой её полол даже. Да, у нас мы и зимой полим. Уж что-что, но эта работа у нас не заканчивается практически. Хотя эмульчируем и всякие меры предпринимаем. Трава растёт и растёт. Куда от неё не деться. Вот эти там у нас вот ещё малина одна. Четыре ряда пропололи. Валера подкормил коровячком. Не коровячком, перегнойчиком вот этим куриным. И вот она уже сейчас пойдёт она в рост. Ну, она уже и пошла. Видно вот её. Это вот поляна роса. Жёлтая малина Валера её. Всё, мы экспериментируем с ней. Никак не можем понять. То её под корень, то её половина. Тут здесь вот в этом году вообще он большие стебли оставил. Оставил Валера. Вот эта моровила. Там вот дзюгана первый. Первый ряд дзюгана Валера её под корень убрал. Ремонтантная малина. Вот. Но она прям в том году хоть жара стояла, вот она нас спасала. Хоть немножко набрали малины. Вот у этой было мало. Вот уже вот набирает такой цвет веточки уже малины. Прям хорошо так в рост пошли. Красота. Ну, дай бог, чтобы малинка была, ягодка. Хочется и такую ягодку, и смородину у нас есть, и малинку покушать. Разную. Вот это вот моровила. Вкусная ягодка. Малина. Валера тоже её всё вырезал. Вот она уже в рост пошла. А я сегодня я сегодня этот плющ. Я же тогда посадила плющ. Он тоже прям хорошо разросся. Травка его, конечно, глушила. Вот я здесь сегодня всё прочистила. Прям хорошенько всё прочистила, всю траву. за забор сейчас покажу. Здесь вот калитку сделали. Вот. То у нас здесь, конечно, вот этот заброшенный парк нам очень работу прибавляет. Здесь вот я тоже такую полосу прочистила. Прям лопатой хорошенько. Вот эта полоса отчуждения будет, чтобы у меня она не зарастала травой и плющик мой развивался. Он ещё молоденький, а то заглушит его. Но вот мне осталось вот здесь только пройтись. Это, наверное, уже завтра будет. Вот. Но здесь я смотрю, травки поменьше, чем там было. Там прям сильно много было травы. Вот вначале вот эти ветки надо все, наверное, граблями все убрать в сторонку. и тоже вот эту сантиметров пятьдесят хотя бы полосу. Её всю надо мне прокопать, почистить. А у нас отсюда летом идёт очень сильно идут прям строя, строя, строями или как шеренгами после дождя улитки идут. Очень много. Мы их особенно по ночам собираем. Они по вечерам выходят на свою охоту. Ой, солнышко выглянуло. Маня, хорошо ли тебе девушка? Хорошо. Видно, что хорошо. Солнышко, да? Ой, какое. Мяу. Солнышко. Сама как солнышко наше рыженькое. Хорошая. Ух ты, вся в этой соломке будешь. Я уже говорила Валера все. Я почистила клубничку, Валера все подкормил. Пускай радуется. Здесь я в том году садила, по-моему, уже сама перепутала, что у меня Азия, моровила и еще одна есть. Камрат-победитель. Здесь, по-моему, моровила. Вот она ранняя. Вот видите, уже набирает бутончики. Вот такая вот. Ну, посмотрим. Ягодка. Ну, нынче у меня ее мало. по сравнению с прошлыми годами. Хватит мне работы здесь уже. И на эту хватает работы. Так, здесь вот у меня, смотрите, уже как гузина растет. Тоже надо прополоть все. Вон она уже начала с зимы. Какая красотка будет здесь. У меня этот страшный забор закроет. Здесь вот все вот будет... Я ее буду так... Пускай она будет кудрявая, не буду ее в одним стволом вести. Пускай она будет кудрявая, такая красивая, пушистая, и будет у меня закрывать вот это вот место. будет две темных черной бузины, а одна такая вот яркая-яркая, красивая. Вон уже, смотрите, даже цвет набирает. Она еще и цветет. А вон та бузина черная очень красиво цветет. Она белыми цветами цветет. Так, здесь у меня какая-то травка. Я уже забыла. Шалфей, по-моему, вот тут точно шалфей посажен. Тоже будет хороший кустик. И вот здесь бузина, они такие большие деревья. Вот будет у меня здесь такая красивая, красивый забор будет смотреться. Так, здесь у нас прибавляется, прибавляется компост. Вон один уже полуготовый компост. На следующий год будет им хорошая там земля. А здесь вот прямо я утоптала еще сегодня. Земля сейчас идет влажно, сейчас трава идет с землей и будет отличный компост. Здесь, потому что летом мы еще поливаем его несколько раз. Будет замечательно все. Сегодня Валера еще хорусом будет обрабатывать вечером, наверное, вот персики, нектарины. Уже начинается, посмотрите, вот он цвести. Сейчас покажу. Здесь вот этот персик, ранний у нас персик. Такой вот уже начинает. его сейчас пока прохладно хорусом обработает. А потом через недельку еще раз. Это чтобы от монолиоза, это вот когда заболевают сами плоды. Его через неделю, сейчас обработает и через неделю в общем еще одна будет обработка. До 15 градусов хорошо работают от этого, от этих болезней хорус. Там вся инструкция, там все написано, как обрабатывать, сколько. Тоже смородинка, ну еще конечно она, но уже листики выпускают, выпускают. Валера ранее, ранее весной еще листьев не было, обрабатывал бордовской жидкостью. Вот это жимолость, даже уже цветочки набирают, цвести будет. Жимолость как практически не болеет. Тоже черная смородина. Это у нас раз, три куста черной смородины и две, два куста жимолости. Вон там, на более поздняя смородина, вот эти более ранние. Ну персики, персики, цветочки. Такая травка. Клевер так хорошо разросся, прям хорошо разросся. Красивый, это белый клевер. он небодневысокий, красный он высокий, мы его не садим, а этот садим. Мы еще его и рассаживаем, бывает, Валера, такими куртиночками, там, где пусто, туда и рассаживаем. здесь вот я два старых обычных у меня кариопсиса было желтым цветут, их выбросила, покупала такой вот пестролистный кариопсис, ну сейчас вот такой и красивый у него цветочки желтые, более гибридные, я его разделила, их можно весной прямо разделить, я разделила, ножом разрезала на три части, даже на четыре, один у меня маленькая деленочка, так, прикрыла, посмотрю, что будет, и еще одну маленькую горшочек, в горшочке я ее поместила, посадила, посмотрим, что будет, их надо вообще, я почему-то выбросила старые деленки, их надо пересаживать года через три, но этот маленький, молоденький, уже не скоро, барбарис, помаленечку, дает зеленые росточки, такие яркие, красивые, а это листва зимы, она потом постепенно уйдет, я думаю, как мне их, наверное, не буду здесь шариком и стричь, пускай они будут такие более овальные, вверх немножко растет, пусть растет, а то все шариком, шариком, пусть, пусть будет так, нарциссы, нарциссы и буйства, буйства их, нарциссов, до сих пор цветут и радуют, пчелка, пчелка, спугала я пчелку, а вот их много, здесь уже пчелок, вот они, улетели, боятся меня, и смотрю уже, шаловидный, флокс, флокс шаловидный, кустик здесь уже, начинает зацветать, жимолы шапочные, немножко то я переживала, думала, она там у меня накочурилась, погибла, нет, очень просто, листики сбросила, видать, что-то ей какой-то холодный ветер не понравился, вот начинает вся обрастать, а чипки у меня так хорошо лезут из земли, показываются разные, раньше нравилось, охотилась, так за ними, там они разные, бывают красивые, но они потом, знаете, они потом израстаются, вот смотрю, гибридный, отчиток такой недешевый, видите, какой красивый, и вот со временем у него однотонные, однотонные листики идут, веточки, но я уже не стану, вначале убирала, сейчас думаю, пусть как будет, как будет, вот, спирейку весной обрезала, вон она уже как хорошо обрастает, прям, она большая, вот я ее наполовину прям стригла, наполовину, ну, логинстремия, конечно, еще, если кто-то первый год садил логинстремию, не переживайте, что она стоит как сухарик, как будто вот она вот и не проснется даже, ничего подобного, все будет нормально, в конце апреля, она поздно, логинстремия просыпается очень поздно, прям поздно, тоже поначалу думала, переживала, но думаю, все, пропало, жалко, больше не буду садить, нет, смотрю, смотрю, оживает этот сухарик, такой вот стоит, прям, сухарик, сухарик, смотрю, оживает, и нас радует, всяко, все лето, потом радует, и все осень, такая красота, вот эти подснежнички, уже все, цветают, все, вам некогда было показать, утром закрыты еще, потом на солнце плохо очень, снимать плохо, на самом солнце, ну, ну, а маня, ну, ты прям вот, вот они такие, вот здесь прям хорошо цвели, так, они уже все, еще несколько день, несколько денечков, и они начнут, помаленечку засыхать, и уходить в землю, зато появляется хоста, эти уже, потом, традисканца, здесь такая высокая, с голубыми цветами, все помаленьку оживает, гехера вот почистила, такая вот она, у меня в горшке какая бронера, посмотрите, прям, цветет, такой куст большой, этот все до сих пор еще, тюльпан, не отцвел, здесь вот другие тюльпаны, скоро зацветут, буду ждать, какие-то красивые, прям такие, сегодня, сегодня, наверное, я здесь вот за забором, а, вон, сколько у меня, какая куча, это вот, это вот я, сжималась, вот эту декоративную забору, подстригла, туда перенесла, всю кучу, куча какая, надо будет, наверное, сжечь ее, здесь у меня тоже своя жизнь идет, за забором, потихонечку, что-то не нужно, что-то мы сюда пересаживали, даже он там у меня и пион есть, вот он он, вот показался, сам по себе растет пион, и нарциссы есть, и лилии я пересаживала, вот целые кусты лилий, вот этот мне надо, с забором, видите, сколько травы наросло, вот это все надо убрать, плющик направить, чтобы он вверх рос, помаленьку, но он сейчас еще нарастает, корни у него укрепляются, а потом поползет вверх, вот это надо будет мне все прополоть, до ума довести, а то он, трава у нас, она быстро-быстро свои черные дела сделает, ну, может быть, года через два мне эту стенку, плющик закроет с этой стороны, даже не как для декоративности, а как от ветра будет, с речки ветер дует, вот, здесь я еще посадила кустик, долго он у меня сидел, маленький, вот это жимолости, только она декоративная, только она вот какая красивая, посмотри, какой кустик красивый, вот здесь он у меня постепенно прижился, постепенно, вот я его подстригла тоже, чтобы он попушистее был, такой красивый будет здесь, вот если, конечно, вот этот плющик не заглушит, ну, я думаю, что не дам ему заглушить, ну, буду сегодня здесь вырывать травку, нет, наверное, завтра я оставлю, посмотрю, это вот зелененькая, это окопник у меня так разросся, лесной окопник, он такой, достаточно агрессивное растение, а это декоративный, очень красивая картиночка, и зимой, и летом, ну, зимой он потом, к весне начинает, листики такие жухнуть, а потом вот начинают, отрастать, такие вот красивые листья, и все лето, вот он, ну, такую картиночку дает, и мне нравится, вот это вот почки, бересклет крылатый, в том году садила я, вон почки пошли уже, красивый, он, получается, листья у него осенью, это деревце такое небольшое, кустарник, листья у него получаются красные-красные осенью, чем он называется, отличается от других бересклетов тем, что у него листья на зиму, он листопадный, опадают, если вот форчуна, бересклеты, они круглый год с листьями, то здесь получается листопадный кустарник, ну, очень красивый, красный-красный, к осени. Вчера здесь немножко прибрала эту зону, я каждый день по зонам делаю, то одно, то вторую, то третью, у меня их, конечно, очень много, вот, хочется везде порядочек навести, ну, чтобы не было тяжело, и вот постепенно, постепенно, у нас, это не в Сибири, как мы, приедешь на дачу, и вот в эти надо, в три месяца в эти уложиться, бегом, 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 а здесь вышел, можно даже часа два-три поработать и опять домой зайти, своими делами домашними заниматься и не переживать, что ты ничего не успеешь, тоже вот с пивейкой, пивейка уже обрастает, скоро цвести будет, клен, тоже японский у меня, нормально перезимовал, он только одна какая-то веточка у него, что-то черная, странно, ну, придется обрезать, наверное ее, ну да, почернела веточка, что-то случилось, что ему не понравилось, вчера я обработала, от травы порыхлила розы, уже какие веточки у них, достаточно, такие большие, зелененькие, тоже нынче подмерзли, немножко розы, ну ничего, но уже в новые веточки лезут, да я почистила, вересковидную астру, может быть, помните, у меня зимой такое, зимой, осенью такой белый-белый ковер, мелкими-мелкими цветочками, а летом она как почвопокровная такая, как травка такая, получается, полностью ковер зелененький, симпатично смотрится, она постепенно так разрастается, разрастается, если где-то лезет, я ее выбрасываю, выдергиваю, вот этот отчиток зеленый, кому-то не нравится, а мне нравится, зато земля, земля не пересыхает, здесь вот я рыхлила, прям земля под ним, влажная и влажная, он такой красивый ковер, я уже отвыкла от голой земли, где у нас голая, а потом ее с травой все, все ее, ну вот, травой потом все закладываю, почистила, Бася, а ты что здесь на картонке лежишь? Картонку от ветра прибила, здесь такая зелененькая зона, живучка где-то пропала, вот она тоже странная, вроде как ковром, ковром, потом раз пропадает, то ли от жары, скорее всего, когда летом жара, ну ничего, она сама потом разрастется, что-то другое, может быть, подсажу, акела ты наша, Бася, ты акела, стоит, вчера еще я, здесь вот пропалывала я, вот этот очиток, немножко, и прям так вот с корнями, веточками, вот сюда я его рассаживала, здесь тоже было много живучки, осталось что-то ее мало, ну вот хочу, чтобы, опускаю вот этот очиток, здесь разрастается, здесь вот этот 70 сантиметров, больше ничего не будет расти, живучка росла, что-то ей здесь не очень понравилось, остались, вот небольшие кустики, есть живучки, потому что там очень маленький слой земли, там был строительный мусор, мы не смогли все это убрать, потому что его очень много, вот землю наносили, и вот здесь вот, я думаю, очиток будет прямо так вот разрастется, будет замечательно, больше ничего не надо, решила я сегодня, сейчас домой идти, наверное, плющик не буду чистить, хватит, завтра почищу, на улице сейчас, солнышко спряталось за тучки, на улице хорошо, тепло, вот такие гиоцинтики красивые, почищу, нам торопиться, некуда дожди, дождей каждый день обещает, но он по капельке, вчера так чуть-чуть капнул, так что, говорят, смотрела по прогнозу, в апреле будут дожди, ну, посмотрим, а нам торопиться особо некуда, вот, дорогие друзья, походила опять по своему саду с вами, на этом я заканчиваю, вам всего доброго, самое главное, мирного неба, всего-всего хорошего, до свидания, и, Продолжение следует...